Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 главу 1-го послания апостола Павла Коринфянам. В предыдущих главах апостол Павел ставит вопрос о свободе. И прежде всего этот вопрос решается в плоскости идола жертвенного мяса. И апостол Павел начинает приводить аргументы, начинает рассуждать. И в 9 главе начинается с того, что апостол Павел утверждает и настаивает на своем апостольском достоинстве. Вероятно, в общении Коринфа это достоинство и власть апостола Павла навязывает свое мнение, очень жестко оспаривается. Есть какие-то обвинители, против которых он здесь выступает. «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом не результат моих трудов? Для других я, может, и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом. «Вот что я говорю в свою защиту тем, кто меня допрашивает». То есть те, кто выдвигает против него обвинения. И вот аргумент апостола Павла. «Разве у нас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа? Или это только у нас с Варнавой нет права не работать?» Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что апостол Павел и Варнава отличаются от других апостолов тем, что они зарабатывают себе на жизнь, на пропитание своими собственными руками. Они трудятся. И здесь возникает несколько проблем. Во-первых, социально-культурная проблема, потому что для греков тот, кто трудится, становится рабом. И поэтому человек, который трудится, занимается ручным трудом, это всегда некий презренный статус. И поэтому для коринфян говорить другим людям, что основатель их общины, их духовный лидер, зарабатывать себе на жизнь своими руками – это непрестижно. С другой стороны, есть иудейская традиция, и раввины всегда повторяют пословицу о том, что если ты хочешь, чтобы твой сын не стал разбойником, чтобы он не зарабатывал себе на жизнь воровством или разбоем, научи его ремеслу, так, чтобы он мог себе зарабатывать на жизнь. Изучать Тору очень важно, это прекрасно, похвально, но при этом нужно уметь своими руками зарабатывать себе на жизнь. И апостол Павел здесь утверждает свой апостольский авторитет и апостольскую власть для коринфян, которые отрицают или оспаривают этот авторитет. Само существование этой общины является доказательством, что он апостол. Точно так же, как в предыдущих главах он говорит, у вас много педагогов, то есть людей, которые вам проповедуют, вас учат, но у вас один отец, тот, кто вас породил для Бога, кто основал вашу общину, он один. И апостол Павел и есть этот основатель. И он говорит о том, что коринфская община – это печать его апостольства и своего рода рекомендательное письмо, и он гордится этой общиной, потому что это не первая община, которую он основал, но он был здесь первым. И в этой общине собраны самые разные люди. Есть свободные, есть рабы, есть богатые, есть бедные, есть иудеи, есть язычники. И все сосуществуют вместе, и поэтому сама эта космополитическая община как некая марка той проповеди вселенского звучания христианства, которая отличает богословие апостола Павла. Поэтому община Коринфина ему особенно дорога – это печать его апостольства. И вопрос о свободе. С одной стороны, есть повеление Христа о том, что когда ты уходишь на проповедь, то ты останавливаешься в одном доме и питаешься тем, что тебе предлагается, и ты не ходишь из дома в дом. Но со временем условия жизни меняются. До тех пор, пока Господь вместе с апостолами проповедовали в пределах Галилеи, то есть они совершали путь из Назарета в Капернаум, из Капернаума в Вефезду, все эти города находятся на расстоянии пути длиной в один день. Утром ты выходишь, отправляешься в путь, вечером ты уже на месте, ты успеваешь встретиться с людьми, проповедовать. Тебя предлагают остаться на ночлег, тебя угощают, и ты принимаешь то, что тебе предлагают. На утро, может быть, ты еще проповедуешь и затем уходишь. Таким образом, прокормить одного или двух гостей для общины совсем не составляет никакого труда. Другое дело, когда проповедь выходит далеко за пределы Галилеи. И вот здесь возникают разные нюансы. Например, если мы посмотрим на карту путешествия апостола Павла, то мы увидим, что некоторые города находятся на расстоянии 150 или 400 километров. Для того, чтобы проделать этот путь пешком, нужно по меньшей мере 10 дней, и не имеет смысла приходить туда лишь на 24 часа. Поэтому апостол Павел приходит, например, в Каринф, и он здесь живет иногда по нескольку месяцев, иногда до 18 месяцев он задерживается на месте. И вот здесь, если приходит несколько человек, если он приходит с помощниками, то для общины, которая только-только возникла, там одна, две, три семьи, прокормить такое количество гостей уже становится трудным. Это ложится бременем на общину. И поэтому апостол Павел, как и Варнава, совершает то, чем он совершал, занимался до своего обращения в христианство. Он зарабатывал своими руками. Вероятно, он приходил вместе с каким-то сырьем, например, с шерстью, и в дневное время производил текстиль. Он принадлежал вот такой сети, семейной сети или профессиональной сети людей, которые занимались, условно говоря, текстильной промышленностью в нашем понимании. А в свободное от работы времени, в субботу, он вместе со всеми идет в синагогу и там проповедует. Итак, апостол Павел зарабатывает себе на жизнь своими руками. И в этом он настаивает, состоит его свобода. Это его свободный выбор. Конечно, как любые другие апостолы, например, Кифа, если это апостол Петр, то мы знаем, что у него была теща, а значит, у него была семья. И он приходил в какой-то город вместе со своими родственниками и община брала на свое содержание и апостола, и его окружение. Апостол Павел отказывается от этих субсидий коринфской общины и говорит о том, что именно в этом состоит его свобода. И в качестве примера он приводит две житейских ситуации, которые понятны коринфянам. И всегда мысль апостола Павла начинается с того, что он описывает какую-то житейскую ситуацию, опираясь на здравый смысл, а затем подтверждает это словами из Священного Писания. Например, приводит слова из Пятикнижия. И затем выдвигает это как некий апологетический довод для того, чтобы снять некоторые обвинения, которые выдвигаются в его адрес. Итак, первый аргумент. Какой наемник воюет на собственные деньги? То есть, если человек поступает в армию, как наемник, понятно, что ему должны платить жалования, и никакой наемник не отправится в поход и сам себе будет платить зарплату. Какой земледелец, посадив виноградник, не есть своего виноградаря? Какой пастух не пьет молока от собственного стада? Но это не только примеры из обыденной жизни, о том же говорит и закон. Ведь в законе Моисея написано, не надевай на мордника молотящему валу. Разве о валах заботится Бог? Конечно, Бог не заботится о валах. Он это пишет для людей, для апостолов, либо для его слушателей. Не для нас ли он это говорит? Это же для нас написано. Пахарь пашет и молотильщик молотит в надежде на свою долю урожая. И если мы, посеяв среди вас семена духа, будем рассчитывать и на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком многого? И раз другие пользуются правом на вашу помощь, то у нас куда больше прав. Итак, апостол Павел говорит, утверждает он, как основатель общины, как апостол, имеет право на субсидии, на то, чтобы община содержала его, и тому имеются все основания, однако он от этого отказывается, и именно в этом состоит его свобода. И все же мы никогда не пользовались этим правом. Наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести о Христе. Апостол Павел говорит о том, что он исполняет повеление Христа не пользоваться ничем, чтобы ничто не послужило препятствием на пути проповеди Евангелия. О чем же идет речь? Для апостола Павла Евангелие – это синоним его жизни. И здесь мы вступаем в очень актуальную проблему, в чем иногда упрекают проповедников или священнослужители, что они злоупотребляют своим положением, для них проповедь Евангелия становится не их призванием, а, скажем, средством к существованию, к пропитанию и не более того. И эта проблема существовала уже и в древности. Нужно понимать, что в то время, когда апостол Павел пишет Коринфянам, греки и эллинская цивилизация весьма привычны к тому, что есть странствующие проповедники, например, бродящие философы, которые ходят из города в город, что-то проповедуют, чему-то учат, находят себе учеников, которые оплачивают их, условно говоря, философские услуги. И есть такие странствующие философы, которые становятся приживалками. Понятно, что нужно говорить вещи, которые приятно слышать твоим слушателям, иначе ты можешь оказаться без содержания. Поэтому со времен Платона было как-то принято смеяться, над такими странствующими философами, которые говорят угодное людям и тем самым фальсифицируют истину, искажают истину. И поэтому для апостола Павла принципиально Евангелие как истина нуждается в том, чтобы ничто не послужило препятствием, для того, чтобы это Евангелие защитить от любых искажений, от любых манипуляций. Именно поэтому его свободный выбор состоит в том, что он себе на жизнь зарабатывает ручным трудом, и благодаря этому Евангелие в его устах остается истинным даром. Он не проповедует для того, чтобы что-то получить взамен. Это чистый, свободный, благодатный дар. И поэтому в его устах Евангелие остается максимально приближенным к тому, чем было Евангелие для Христа. Для нас с вами Евангелие — это книга, но для Иисуса Христа Евангелие — это его смерть и его воскресение. Поэтому апостол Павел стремится служить Евангелию точно так же, как Христос. Для него его служение — это его жизнь, это его смерть и воскресение. Он умирает для того, чтобы воскреснуть вместе со Христом. «Но ни один из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать. Да я лучше умру». Апостол Павел говорит очень эмоционально, потому что действительно его задели за живое. И всякий раз, когда его задевают за живое, его язык становится очень ярким. «Я лучше умру». «Никто не сможет лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Ведь если я возвещаю Евангелие, чем не хвалиться? Это мой долг. Меня обязали его исполнять». Он воспринимает свое апостольское служение как ответ на призвание. Для него его апостольство — это его призвание. Господь ему поручил, его призвал, и он свободно отвечает на этот зов. И в этом и состоит его лучшая награда. «Если бы я сам по своей воле делал бы это, то получил бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служение, которое мне поручили. Так в чем же состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет, не пользуюсь никакими привилегиями, которые оказывают мое положение». Все эти стихи с 1 по 18 в действительности некоторые экзегеты считают вставкой. И начиная с 19 стиха, апостол Павел возвращается к тому, о чем он говорил в предыдущей главе. Он говорил о том, почему он не будет вкушать жертвенное. Действительное мясо, даже если оно принесено изначально в языческом храме, затем поступило на рынок, и кто-то разделяет с тобой за трапезой. Это мясо, поскольку идолов не существует, то мясо – это просто мясо. Поэтому ешь ты его или не ешь, это тебя не приближает и не отдаляет от Бога. Другое дело, что если для твоего брата это вкушение мяса является каким-то знаком твоей близости к язычеству, то я не буду вкушать для того, чтобы его не соблазнять. И он возвращается к этой мысли, приводит пример из жизни стадиона. «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, то есть вкушал только кошерную пищу, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, Христос освободил и меня от закона. Чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, то есть с язычниками, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон, закон Бога, будучи подвластен Христу. Чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради Евангелия, чтобы и самому стать сопричастным ему. И дальше вот пример из спортивной жизни. Для того, чтобы спортсмен одержал победу, необходима аскеза, нужна дисциплина. И чем больше ты упражняешь свое тело, тем тебе легче одержать победу. Например, те из вас, кто участвовал в забеге на длинную дистанцию, например, марафон, прекрасно понимает, что натренированное тело тебе дает максимальную свободу. Ты не задыхаешься на бегу. Вот точно так же, как спортсмен себя упражняет аскезой, точно так же и необходима аскеза, для того, чтобы обрести определенную свободу и в духовной жизни. Вы что, не знаете, что на стадионе не бегут все участники забега, а приз получает один? Действительно, на старте очень много участников, но на финише венцом победителя венчается лишь один. Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, тленный венец. А мы, чтобы получить венок неувидаемый, так и я бегу небесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. На портале Экзекиатру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга